привет дорогие друзья на канале кобомблок с вами катеров танки и сейчас у нас быть с вами такой вот интересный бой knife и 304 это после нерфа и вот не дай бог кто-то кричать будет очень нагибучая машина это читаем на ней то в общем побеждать она и так слишком крутая это после на файф но тем не менее даже после нерва мы в этом бою возьмем мастера набьем более двух с половиной тысяч урона можете себе представить на вот этой вот маленькой машинке и критим здесь средине списка в общем такая такая равномерная до ситуация сказать что все на круто не скажет слишком плохо сводимся на остров вот и конечно же начинаем набрасывать набрасываем это 485 снарядик вот но тут нежданно негаданно нам едет сюрприз под названием т34 конечно надо сваливать потому что подсветка и правка в ангар кидаем фугас там его на гуслю откатываемся и вот снова за домик прячемся чтоб нас не достала вражеская флешка хотя рискованно она мало в общем стоять справа и оттуда тоже могла мы достать но ничего ничего подождали все нормально где-то она там вдали стоит не страшно и сводимся кидаем на угад еще один снаряд где стоял раньше 485 и видать попали потому что он резко выскочил и поехал камешку а теперь тут к вышечка позирует попадание в двигатель с поджогом отправляется в ангар 85 куда брал наш союзник нам конечно фраг не достался у меня ну и здесь закрыты в общем от огня справа но для нас он уязвим вообще у нее тут позиция конечно нефти вот учитывая что нарфанули скорость полета снарядов то мы в этот раз как раз поэтому не попали стоило немножко проехать вперед и все уже снаряд не попал хотя летел точно в цель целям к в 1 в область двигателя он откатывается назад кидаем снаряд вот прошло полугода он таки долетел до цели и снял 171 хп с к в 1 сейчас мы будем еще по инвизу один кидать потом уперся прям здание так с перепугу мы еще один снаряд туда кинули и начали переезжать на более удобную позицию потому что как бы отсюда мы не доставали вот там здание закрывала надо чуть поближе стать немножечко правее что мы и вот за этим вот с этой избой его все-таки достать сейчас мы уберем домик впереди вот который мешает обзору помимо то что мешает обзору нашими мешает полету снаряда вот и мы сейчас его двумя снарядиками приберем по быстренькому и будем целиться уже непосредственно в этот домик в принципе 10 секунд перезарядки но здесь мы без пудина поэтому с тестом перезарядка максимально неудобная для нас динамана к чуть получше вот убрали мы это здание зачистили его и стали кидать туда снаряд мы неизвестно где этот к в не засветился ничего может уехал может еще там стоит в общем т-37 здесь рисуется хочет от нас попадания получить но не долетает вы не долетает сожалению надо еще раз прицелиться постараться попасть по нему что мы сейчас и пытаемся сделать вот он выкатывается кидаем снаряд на опережение и вот он как раз рвану вперед его мы поставили на гусеницу и все противник уничтожен был нашим союзником мы зафиксили машину целимся по т-22 тоже картонный особенно для попаданий сверху ведь к шикарное попадание фактически там где-то на 500 хп ему прилетела плюс поджога в общем ситуация конечно же нерти для противника получилось ночью здесь т-25 2 стоит еще посмотрите как стоит он стоит фактически к нам бортом до открыт двигатель сюда вот если кинуть снаряд то может пройти очень хороший урон но опять же если он прилетит и попадет ему в область вот этой ходовой части да то урона сильно много не пройдет а если он уже попадет вот эту верхнюю часть до или боковую часть башни или верхнюю вот эту заднюю часть башни только не что он пройдет очень хороший в общем что мы делаем прицеливаемся ждем сведения стреляем вот и 25 стоит на месте но как я и говорил снаряд попадает в ходовую поэтому только 170 единиц урона мы наносим хотя были все шансы нанести очень серьезный домах кидаем на опережение вот там светится к в 2 которые очень принципе грамотно прячется но мы его достать можем нам важнее двадцать пятку снять потому что он шустрый очень как вы кидали на опережение на двадцать пятка решила никуда не ехать поэтому снаряд ушел в пустую смотри как долго летит снаряд мы уже успели поводить прицел оба он все летит мне конечно это кажется очень сомнительное что снаряд такой скоростью летал ну тем не менее кидаем место расположения к в где он там припрятался и сейчас вот ждем сто процентов он где-то там должен выехать двадцать пятка но он все все не едет в общем тем временем наши союзники благополучно послевали стерна спасать оставшихся вот мы стоим такой в треугольнике так он на самом краю и вот сейчас будем пытаться проконтролить вот к вышечку вас пятка таки не засветился хотя он скорее уже где-то там стоит кидаем к вышке попали но не уничтожили полностью повредили он два процента осталось у него но полностью моего не уничтожили к сожалению но тем не менее сейчас он замедлиться ух ты уехал вот какая красота как какие у нас скоростные снаряды прям turbo снаряды с искорителями с искорителями да есть крылатые крылатые снаряды у меня летают в атмосфере потому что попадают по цели еще один снаряд кинули на опережение не попали естественно потому сейчас вообще по сложно очень маленькая скорость полета снаряда вот поэтому мы откатываемся под прикрытие деревья чтобы оттуда иметь возможность по сопернику стрелять вообще желательно было бы конечно если нас хоть кто-то прикрывал да потому что в этой вот ситуации если посмотреть да то наверное и субы стоило бы где-то стать вот здесь все-таки в зеленке да потому что здесь база ну или хотя бы там тоже по своему неплохо наде в том что справа вообще нас никто не прикрывает вот для нас это конечно не не сам еще вариант какие-то артиллерия вот подсветили мы подсветили ты 25 2 не не из подсветил мы подсветили вот но он на нас не обратил никакого внимания поэтому получил снаряд возможно он даже нас не заметил потому что частично стояли в кустах кинули ему снаряд из даже и не собирается его подсвечивать спрятался там в общем и не вылазит ну из явно статист поэтому ждать от нее что-то другого не приходится пытаемся 25 как-то подсветить он по-любому за камнем да но он уже с другой стороны вот выцеливаем на опережение вы знаете там и обзор по панель филе точнее это скорость введения да там разброс при повороте ну наконец-то нам удалось все-таки влепить именно туда куда надо что не два раза попадали в ходовую не наносили урона на серьезного он окрестно мы попали тонкую боковую броню и ушел прошел урон на 400 единиц прекрасно все замечательно сматываемся с этого направления хотя как потом оказалось наверное зря потому что справа нам было более удобно там просматриваемый сектор а вот а мы переместились вот сюда вот под защиту на случай вот попадания арты сюда можно там скатываться на случай обстрела точнее можно скатываться вниз выкатываться снова атаковать ну как бы там ни было мы все-таки решили сюда поехать поехали поехали вот чтобы нам из как-то подсвечивал что-то делал в общем из вообще как на какой-то своей радиоволне вон что-то делать непонятно зачем все пошел в атаку я не знаю зачем стой себе в обороне и все нарвался на премиум от и пятна со все кинем снаряде ну она крепкая конечно и так легко не пробьешь вот и стоит там зачем ты с ней сближаешься вообще от нее бежать надо она сейчас тебе подъедет ближний бой их она тебя вот тем времен ты 25 2 начинает ругать своих союзников ну тут вбр начинает делать вещи конечно считай 150 метров не попадаем при полном сведении в ат-шку наконец-то из ее продамажил кидаем снаряд наносим аж 16 единиц урона прям вообще сказка ну и из вместо того чтобы как-то там отъехать подъехать он тупо стоит на месте вместо того чтобы заклинчивать от 15 я не знаю так боялся в русской арты наверно что ли ну понятно игрок статисты это связано все понятно остаемся мы одни кидаем еще один выстрел наугад ничего не попадаем вера в общем решил что с нас достаточно мы так три фарга собрали нанесли кучу дамага вот и так хорошо живем поэтому достаточно все теперь пора промазывать не пробивать так далее вот пожалуйста не пробил это тф-304 к нам едет не попадает мы уклоняемся точнее вы сейчас мы специально него так подставились дальше он притормозил и вот дружище получи у нас даже уже т-25 два вражеские начинают поддерживать болеть за нас здесь мы допускаем одну маленькую тактическую ошибку смотрите убили мы этого вражеского флешку и стоит на захвате враг он отсюда простреливает нас нам надо было уйти в инвиз для начала да вот или вообще сменить позицию мы сейчас вот выкатываемся сейчас нас под светит это тэшка и мы получается попадаем под перекрестный огонь вот распаума и под отт-15 тоже то есть что надо было здесь делать объехать хотя бы до или подождать пока он на нас выйдет но мы вылетели на него вот смотрите мы выезжаем включаем автонаведение пытаемся по нему попасть вот смотрите что происходит мы сейчас на него выкатываемся принципе нам даже хп хватило бы чтобы уничтожить и мы попадаем под перекрестный огонь вот к в 2 видите сзади прилетает снаряд причем он даже по нам не попал он сзади зацепил нас сплэшем все и уничтожил вот вот такая вот история одна всего лишь ошибка нами была серьезная допущена не даже кого я кажется что надо было нам бы остаться на том месте где мы стояли все таки там бы пока цены к в 2 выкатился мы бы его первым бои сняли бы на опережение выстрелили и все так как и су 2 у нас оказался статист еще тот вот слился практически фуловы против от 15 даже не хватило фантазии и заклинчевать вот но и вбр конечно помог вбр дал удивительный промах почти в упор не пробитие еще несколько промахов ну то есть понятно да на чей было на стороне вот такая вот история тем не менее бой на мастера надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч пока